Приветствую всех, друзья мои! С вами Базильев, канал Фрэшлайф 28, и сегодня я с гордостью представляю рубрику «Разбор полетов» версию 2.0. Наконец-то! Наш комрад Евгений, помимо того, что, конечно же, он похудел, расскажет сегодня о том, каким образом он воспользовался знаниями о когнитивных искажениях. Евгений, огромное тебе спасибо, как первому человеку, который написал ролик в рубрику «Разбор полетов» версии 2.0. Напоминаю, друзья мои, очень много на нашу жизнь, в том числе, в результате, и на наш лишний вес, и на табакокурение, на алкоголизм, на потреблядство, имеется в виду шапоголизм и прочие-прочие непонятные вещи, влияют к когнитивные искажения. И Евгений сегодня расскажет то, как ролики о когнитивных искажениях помогли конкретно ему. Ну, разумеется, разумеется, в, допустим, какой-то трактовке роликов я с Евгением, может быть, до конца не соглашусь, но самое главное, самое главное, о чем сегодняшний ролик? Наш комрад понял вещь, что, во-первых, когнитивные искажения не являются, не являются признаком того, что ваш мозг дефектный. Нет людей, не подверженных когнитивным искажениям. Кто-то больше, кто-то меньше. И вот те, которые подвержены когнитивным искажениям меньше, это люди, которые отрабатывают и отрабатывают технику, грубо говоря, отлавливания системы один или нашей обезьяны за лапу, когда она нам подсовывает липовые решения. Когда нас, маркетологи, политики, ставят в такие условия, когда обезьяна нам хочет подсунуть какое-нибудь фуфло. И чем чаще вы будете практиковаться в этом, тем более качественной будет ваша жизнь, я вам это обещаю. И сегодняшний рассказ нашего героя, конечно же, об этом, Евгений, еще раз огромное тебе спасибо и поклон. Ну, а для всех остальных, друзья мои, я также жду вашей истории в рубрику «Разбор полетов». Вы можете взять такую же схему, то есть взять 3-5 когнитивных искажений и рассказать, каким образом вы, применяя их на практике, улучшили свою жизнь. Это было бы просто идеально. Спасибо всем. Слово нашему сегодняшнему герою. Всем привет. Меня зовут Евгений. И это ролик, это видео для канала Fresh Life 28. Значит, в первую очередь хотел бы обратиться к новым подписчикам канала Fresh Life 28 и к прежним. Я думаю, для них эта информация такая, более структурированная, будет полезна. Ребята, если вы хотите уйти от восприятия этого мира менее продуктивного к более продуктивному, научиться вынимать из реальности какие-то большие вкусные куски и получать непосредственно удовольствие от них, если вы хотите уйти от зависимости от таких, как алкогольная, пищевая или зависимость от ненужного вам контента, работайте над собой. Смотрите ролики на канале Антона Олеговича, на канале Fresh Life 28. Смотрите их многократно. Это даст результат, даст положительный результат. И о своих результатах я сейчас расскажу, но акцентирую внимание. Смотрите ролики, смотрите их многократно, делайте выводы, производите работу над ошибками, и в вашей жизни будет множество положительных вещей, которыми будете очень рады. В первую очередь это зависимость, и во вторую очередь это просто любовь к жизни проснется, желание жить, желание улучшать себя, желание быть лучшим для себя, для своей семьи, понимание того, как быть лучше. Все это придет незаметно или заметно, кого как. Для меня это пришло очень постепенно. Смотрю ролики уже достаточно давно, еще с декабря 2017 года. Разное было отношение к этому всему. В итоге я пришел к тому, что имею сейчас. И вот так вот плавненько я перешел непосредственно к своим результатам. Самый большой мой результат, хотя он просто самый заметный мой результат, это переформирование своего тела, если можно так выразиться, то есть снижение подкожного жира очень серьезно. Со 117 кг я похудел в итоге до 85, потом я набрал, сейчас я вешу 88. Тихонечку набираю мышечную массу, хожу в тренажерный зал. Уже достаточно давно, еще практически с первых роликов Антона Олеговича, ну, который я увидел, не который он выложил, который увидел. Два с половиной года назад, ну, больше, получается, уже третий год, я начал ходить в тренажерный зал, начал следить за питанием, пробное питание, белки жира и углеводы сильно не соблюдал. Но о питании сегодня я разговаривать не буду. Возможно, Антон Олегович уже подставил мои результаты в виде видео и фотографий, которые я предоставил. Сейчас я хотел бы рассказать непосредственно о других моих результатах. А это уход от алкогольной зависимости, от пищевой зависимости, от вообще желания, принцип вкусно кушать, как ведомый принцип. От этого принципа я ушел. Ушел я от просмотра телевизора, развлекательного контента, ну, развлекательного контента на 95%, наверное, ограничил его потребление. И связано это в первую очередь с уходом от игры в компьютерные игры. У меня очень серьезное пристрастие к этому. Ну, потихонечку я от этого отошел. Значит, от алкогольной, от курения, ну, и вот таких вот действительно сковывающих вещей, которые практически все люди считают эти вещи нормальными, встроенными в нашу реальность, что так всегда все и было. И на самом деле это нифига не так. Значит, сейчас я хотел бы пройтись непосредственно о роликах по когнитивным искажениям Антона Олеговича. Спасибо вам огромное, что этим занимаетесь. Значит, когнитивные искажения — это такие вещи, которые выдает наш мозг, это его ошибки, которые он выдает в связи с тем, что он самый обыкновенный, а не какой-то там дефектный. То есть, наверное, дефектный мозг бы и существовал в реальности безошибочно, но нормальный мозг, среднестатистический, самый обычный здоровый мозг, он всегда будет совершать ошибки, если на него воздействуют определенные обстоятельства. А таких обстоятельств, определенных в нашей жизни, все больше и больше, потому что человек научился работать с этими когнитивными искажениями в свою пользу. Он научился брать большие массы людей, воздействовать на них определенным образом, и эта масса людей в ряде случаев, в большинстве случаев 90% будет делать определенные выводы и поступать определенным образом. Если эти когнитивные искажения не прорабатывать, можно всю жизнь кормить вот таких вот людей и такие вот структуры людей. Поэтому это очень важно — работать с когнитивными искажениями. Сейчас я расскажу о некоторых из них и о том, как ролики Антона Олеговича о них повлияли непосредственно на меня. Первый ролик, о котором я хотел бы рассказать, — это ролик о выученной беспомощности, об оттренированной беспомощности, о том, как, тренируя свой навык беспомощности просмотром телевизора, обсуждения новостей и скроллинг лент социальных сетей, когда ты смотришь на идеальные жизни и очень сильно им завидуешь, но понимаешь, что, блин, черт возьми, у меня же не такая жизнь, соответственно, ничего себе поделать не могу, поэтому, блин, как грустненько все на самом деле. Все это перекидывается на какие-то другие аспекты жизни, и человек просто-напросто страдает, можно сказать, незаслуженно. Это доказано в ряде экспериментах, о которых говорит Антон Олегович, и я стал это замечать в своей жизни, когда начал прорабатывать этот навык. То есть я понял, столкнулся со сложностью, что да, действительно, у меня в жизни очень много случаев встречается, когда я, в принципе, мог бы до конца стоять на своем, просто-напросто сделать вместо того, чтобы не делать, ну и прочее, 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 чего я раньше, ну вот сейчас, что я действительно прорабатываю и делаю, а раньше я этого не делал, просто я включал тумблер, который включался у меня, когда я раньше смотрел там телевизор, новости и так далее и тому подобное. Сейчас я этот тумблер просто-напросто вижу и сознательно его не включаю. И пока что предпринимаю большое количество усилий, чтобы этого не делать. Но, как и оттренирован навык выученной беспомощности, так и уверенно оттренирует, соответственно, навык не включения этого тумблера. Спасибо, Антон Олегович, за этот ролик. Таким образом, я работаю над этим. Переходим дальше к следующему. Следующий – это эффект ореола. С эффектом ореола немножко все посложнее. В чем суть? Суть в том, что я по роду своей работы, скажем так, работаю с людьми, руковожу людьми в смене, в рабочей работе на производстве. И сталкиваюсь с разными людьми. В основном специалистов, конечно же, хороших сейчас не встретить. 90% людей ходят на работу для того, чтобы прикрывать свои пятые точки и не любят свою работу. И не представляют даже такой жизни, такой реальности, в котором люди любят свою работу и получают от этого удовольствие, от развития в своей специальности, от роста в своей специальности. В общем, о тех людях, которые не особо любят свою профессию и не хотят любить, не представляют реальности в той, в которой человек способен любить свою работу и расти непосредственно над собой. И беря из реальности какие-то положительные в связи с этим моменты. В общем, эффект ореола все это дело приумножает и возводит в такую негативную степень, если можно так выразиться. В этом случае, если эффект ореола имеет место, человек оказывает на себя какое-то приятное впечатление, и в связи с этим ты можешь легко представить его очень хорошо и четко выполняющим свою работу. Однако это, скорее всего, не так. Потому что, опять же, при том распределении, в котором нормального специалиста сейчас встретить, ну никак нельзя, нужно всегда человека проверять, проверять, еще раз проверять, прежде чем ему полноценно доверять. Однако мозг легко берет на себя ответственность, чтобы сделать вывод, так, все, вот этот человек мне понравился, значит, он довольно надежный работник. Тот же самое в обратном порядке. То есть, если эффект ореола имеет место, когда человек тебе не понравился, мозг легко сделает вывод о том, что этот специалист плохой, скорее всего, нарушает технику безопасности, доверять ему не стоит. А еще это все приумножается слухами об этом человеке, что он, ну, так себе человек, в принципе, и вообще он, ну, неприятный, скажем так. Ролик об эффекте ореола Антона Олеговича лично для меня очень полезный и помогает в этом плане работать с коллективом, с людьми, с каждым в частности, подходить более досконально, это экономит время, силы и позволяет, опять же, взаимодействовать с реальностью более продуктивно. Спасибо, Антон Олегович, за этот ролик. Значит, следующий ролик о конъективных искажениях – это ролик об поляризации мнения. Тоже хороший очень момент, который позволяет экономить время. Благодаря этому ролику я перестал заострять внимание на спорах с другими людьми, доказывать им свою точку зрения, потому что если поляризация мнения в диалоге имеет место, диалог превращается в неконструктивный спор, человек просто берет все твои аргументы, переворачивает их с ног на голову, потом выливает всю эту грязь на тебя, ты просто-напросто качаешь головой, думаешь, ну, товарищ, что толку тебе объяснять? На самом деле эффект поляризации – это просто ошибка мозга. То есть не нужно винить этих людей, не нужно винить их мозг за это, за то, что он нормальный, просто не стоит тратить время. То есть необходимо ловить себя на том, что этот момент есть, что не стоит с товарищем даже ссориться по этому поводу, портить отношения. Зачем, если можно заняться какими-то другими полезными делами? Допустим, построить гараж. Мне кажется, это более полезное дело. В общем, не трачу время на споры, на неконструктивные споры. Спасибо, Антон Олегович, за ролик о конденсивном искажении поляризации мнения. Далее хотел бы поговорить про ошибку выжившего. Это тоже в своем, в каком-то смысле перекликающийся с поляризацией мнения, в том смысле, что вывод, который я сделал об этом, ну, практически такой же. То есть не стоит тратить время на другие вещи, на такие, как истории, в которых человек получает экстремальный результат, руководствуясь, ну, какими-то сказочными вещами, по сути. То есть не следуя инструкции и долго и упорно работая над собой, и, допустим, теряя вес, взращивая мощную массу, или читая книги о том, как прорабатывать когнитивные искажения, или читая книги о том, как увеличивать свой профессиональный рост, то есть профессиональный навык, уровень профессионального мастерства, а просто там, ну, товарищи, допустим, сделали какие-то вещи, которые, ну, не должны были особо привести к результату, но они к нему привели. То есть вот именно экстремальные такие результаты в экстремальных условиях. На такие вещи не стоит заострять внимание, однако этими вещами пользуются общественные СМИ, потому что эти вещи на слуху, и поэтому таким вещам больше и доверяют. То есть ни в коем случае нельзя руководствоваться результатами выживших. Выжившие выжили, потому что им повезло, а не потому что они сделали что-то, что приводит к результату. То есть это надо четко усвоить, проработать и всегда отметать такие результаты, потому что, ну, ни в коем случае нельзя ими руководствоваться. Это антипродуктивно. То есть спасибо, Антон Олегович, что вот прям впитали, что позволили впитать эту, казалось бы, истину при помощи своего ролика об ошибке выжившего. Следующий ролик и последний, о котором я хотел бы поговорить, то есть пять когнитивных искажений, я сейчас о них расскажу, и больше рассказать не буду, хотя на самом деле о каждом когнитивном искажении, о котором Антон Олегович поговорил, я бы с удовольствием рассказал бы, наверное, довольно много. Значит, это когнитивное искажение, которое называется фрейминг. Фрейминг – это очень интересная вещь, она, на мой взгляд, вполне себе двухсторонняя, то есть ее, во-первых, от нее нужно защищаться, защищаться, потому что фрейминг везде, фрейминг и в телевидении, и в сериалах, и в компьютерных играх, и в тех магазинах, в которые мы ходим. То есть это рамка, которая создает маркетинговые структуры, чтобы ввести в определенное состояние человека, который смотрит на продукт, который в этой рамке находится, и, соответственно, чтобы этот человек испытал определенные эмоции и в большинстве своем сделал нужные выводы о том, покупать, не покупать, соглашаться, не соглашаться, выбирать, не выбирать. Ну, понимаете, да? Вот. И опять же, фрейминг – это двухсторонняя вещь, то есть овладев полностью навыком фрейминга, можно создавать в своей жизни такие условия, как Ухтамский говорит, выстраивать строго свой быт таким образом, чтобы мозг делал работу свою продуктивно, создавал структуры в своей голове, которые позволяли ему вышивать в этом мире и расти. То есть фрейминг – это тоже великая вещь, которой необходимо учиться, учиться и учиться пользоваться. На эту тему, кстати, я рассуждаю на своей странице ВКонтакте, на своей странице ВКонтакте, я приглашаю всех на свою личную страницу ВКонтакте. Обязательно добавляйтесь в друзья, будем беседовать и о роликах Базилио побеседуем, и о тех книгах, которые он рекомендует, потому что информации много, вся она очень крутая, вся она рабочая, обо всей ей стоит говорить. На фоне всего прочитанного, просмотренного я публикую там свои посты, в которых, соответственно, рассказываю всякие истории. Почитайте, напишите свое мнение там под постами, мы с вами побеседуем, и отнеситесь к этому как к развлечению, потому что я отношусь к этому как к развлечению. Есть у меня работа, есть у меня семья, есть у меня, скажем так, развлечение. Развлечение – это вот те посты, которые я там пишу. Значит, что еще напоследок хотелось бы сказать? А, пишите ролики, ребята, о когнитивных искажениях для Антона Олеговича. Этот ролик я создал непосредственно как сигнал, первейший сигнал для того, что книга Антона Олеговича нужна, и ее ждут, я лично жду. Наверное, все, да. Спасибо за просмотр. Комментируйте этот ролик. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok